СПОРТИВНАЯ ИВАНТИВКА 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 Адюша города Ивантивки участвовало 18 фигуристов Победителями призерами в своих возрастных категориях стали Аня Максимова первое место Алина Воронина второе место Кристина Степанова третье место Илья Шушпанников первое место Катя Чернущик второе место Женя Дюжи второе место Ангелина Фурта второе место И Даша Хритошина второе место Тренируются ребята у Татьяны Кирсановой Первое место у наших волейболисток Девушки 3-4 года в рождении Участвовали в открытом турнире по волейболу Весенние ласточки Который проводился в спортивном зале Фубры В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов Из городов Красногорск, Одинцова, Королев и Вантеевка В итоге у наших золото, серебро у Одинцова Бронза у Королева А еще эти же волейболистки вошли в тройку лучших в области В начале марта проводился финальный тур Первенства Московской области по волейболу Среди девушек 2000-2001 годов рождения В соревнованиях приняли участие Команды из городов Королев, Одинцова, Ивантеевка Дубна, Чехов, Солнечногорск Всего в первенстве Московской области В возрастной группе среди девушек 2000-2001 годов рождения Участвовало 18 команд Наша команда под руководством тренера Вероники Сапенковой заняла третье место Чемпионат ЦФО, куда входят 18 областей По Грепленку, по итогам которого выяснилось Кто из спортсменов представит округ на чемпионате России Состоялся в городе Нарафаминске А Динамо и Вантеевка за путевку на чемпионат России боролись Директор и тренер школы дзюдо Артур Цисарь И тренер по смешанным единоборствам Армен Гулян В итоге Армен Гулян занял первое место А Артур Цисарь второе Причем как воспитанники, так и сами тренеры Школы дзюдо Динамо и Вантеевка Сегодня мы пришли к руководителю учреждения Участнику соревнований по Грепленку Артуру Цисарю Здравствуйте Артур, вы сами принимаете активное участие в соревнованиях Для чего? Для того, чтобы показать пример воспитанникам Или для себя лично? Это идет и как и пример И конечно для себя лично Потому что мы сейчас как и действующие спортсмены Выступаем на соревнованиях Так и все новое Берем все, что есть сейчас И привносим в нашу школу А как лично вы и тренер Армен Гулян готовитесь к соревнованиям? У нас есть определенный план тренировок Который мы должны выполнить За период до соревнований Допустим сейчас До чемпионата России Осталось где-то около 10 дней Сейчас у нас идет активная стадия подготовки То есть по 2 тренировки в день Также вместе с нами наши воспитанники тренируются После чего будет период отдыха То есть самое ближайшее соревнование Это чемпионат России, правильно я понимаю? Да, сейчас мы готовимся на чемпионат России После чего надеемся, что Займем призовые места на чемпионате России И получим путевку на чемпионат мира и на чемпионат Европы Артур, покажите пожалуйста какое-нибудь упражнение для начинающих Да, отлично Могу показать несложный бросок Задняя подножка Начинаем с поклона Переслить своего оппонента, соперника Далее мы берем захват Захват нужно брать за отворот Это рукой здесь, да Вы сейчас попробуйте сделать заднюю подножку Чтобы исполнить этот бросок Нужно шагнуть на одну линию соперника Немножко потянуть руками И сделать мах И произвести бросок Давайте попробуем Это был Артур Цисарь Директор школы ЗИДО Динамо и Васильевка Гимнастика плюс самооборона А вместе получается боевое искусство ушу И наши ивантеевцы в этом виде спорта очень преуспели А впрочем сейчас сами все увидите Гибкость, сила, скорость, координация Искусство ушу многоплановое и многоемкое Оно вбирает в себя несколько видов техники Ушу это древнее китайское боевое искусство Которому уже более двух тысяч лет Практикуется мы в Китае уже давным-давным-давно А как официальный вид спорта С середины прошлого века Это в современном исполнении Это помесь боевого искусства Гимнастики, акробатики Очень зрелищно Очень красиво И очень функционально Существует сотни стилей ушу Но в нашем городе в клубе ФСК Пантера Ребята обучаются двум Традиционному ушу и ушу-таулу Отрабатываем еще и работу на макеварах На лапах Отрабатываем приемы самообороны Приемы с оружием, то есть с палками Чтобы ребенок мог не только хорошо выступать На соревнованиях, но и защитить себя 80 спортсменов возраста от 8 до 18 лет занимаются здесь Каждый раз занятие начинается с разминки 100 запрыгиваний, 50 поднятий ног Акробатические элементы, махи и многие другие упражнения Затем ребята отрабатывают собственную программу Несколько стилей и работу с оружием Ведь в ушу личностный подход И каждому спортсмену элементы подбираются по характеру Я выучил комплекс, полтора Нечего сейчас доучивать, очень честно И кулак выучил полностью В ушу скорее похоже на гимнастику Так что здесь не важно Независимо от возраста Любой может это освоить Любому это пойдет Стиль собаки, пьяного человека, змеи, обезьяны, орла, богомола Всего в ушу около 500 стилей и 18 видов оружия А вообще в Китае около 1000 орудий самозащиты Первые 20 приемов учат на первом году тренировок На то, чтобы овладеть своей программой У спортсмена уходит от года до 5 лет Лера 10 лет в спорте Она решила заниматься именно ушу После того, как увидела выступление тренера Зацепил именно один вид, который сейчас я делаю С которым я вместе выигрываю Богомол Игоря Сергеевича делала И мне он очень сильно понравился Я папе сразу сказала, что очень сильно хочу это делать И пошли Теперь Лера мастер по стилю богомол С этой программой она выступает и в Московской области, и в Европе И сильно преуспела Лера абсолютный победитель СФО России в 2011 году Победитель первенства Европы 2011 года Вторая в мире по итогам первенства 2012 года Представляешь себя Джеки Чаном Сергей тоже когда-то представил себя Джеки Чаном Насмотревшись зарубежных фильмов, он бывший футболист, кикбоксер Решил заняться ушу Сначала искал себя в разных других видах спорта Ну как-то хотел чего-то больше Ну, может фильмы как-то влияли еще в детстве Успокоения как бы больше То есть духовно развиваться То есть это же не просто какое-то боевое искусство Это прежде всего философия То есть меня этим очень заманило Искал успокоение, а нашел профессию Сегодня Сергей не только ученик в ушу Но и учитель Тренирует младших ребят И бросать это дело не собирается В дальнейшем развивать этот вид спорта Так же как и мой тренер Я покажу, сейчас покажу медленно Пять раз в неделю по полтора часа Тренируются наши спортсмены Активный сезон выступлений у них с декабря по май В этом году с первенства Московской области Практически все Ивантеевцы вернулись с призовыми местами А в общекомандном зачете Они третьи в области Сейчас готовят к первенству России Боритесь, пытайтесь А мы будем рассказывать о вас в нашей рубрике Это была спортивная Ивантеевка Занимайтесь спортом Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова